Сегодня 31 августа, последний день лета. Лето заканчивается, начинается новый сезон с новыми новостями. Вероятно, мы все опять вернемся к теме коронавируса, которая во время августа несколько отошла на второй план по сравнению с другими драматическими новостями. Вначале все следили за протестами в Беларуси и следят до сих пор за тем, как там страдают люди, как их задерживают и пытают. И все напряжение следят за дальнейшим развитием событий. Потом все вздрогнули от отравления Алексея Навального. Да, и на этом фоне немножко все забыли про коронавирус, но он никуда не делся, и пора вернуться к этой теме. В связи с этим я созвонилась с Алексеем Миняйло. Это гражданский активист, экс-фигурант московского дела. И он возглавил исследование, независимое исследование того, как протекала и протекает пандемия коронавируса в России. Это огромный документ, который можно найти онлайн. Он доступен по ссылке. Очень любопытный документ. Вот мы поговорили с Лешей о том, что же такое коронавирус в России, как власть на него в действительности реагирует и какой прогноз. Леша, привет! Давай поговорим про такая оригинальная тема. Поговорим про коронавирус. Надеюсь, это не коронавирус. Да, говорят, чихание не симптомы коронавируса. Давай поговорим про тот доклад, который уже опубликован, который можно читать и обсуждать. Как вообще возникла идея этот доклад организовать? Кто его авторы? И как вообще процедурно вы все это организовывали? Какая миссия у этого доклада? На что вы рассчитывали, когда его писали? Идея сделать такой доклад возникла, когда мы поняли, что правительство не справляется и, по сути, почти ничего правильно не делает. Это стало ясно достаточно быстро. И мы тогда решили собрать сколько-то людей, которые тем или иным образом могут относиться к борьбе с эпидемией. Потому что борьба с эпидемией – это, ну, часто говорят, да, вот там, не знаю, вы не вирусологи или там вы не врачи. Но на самом деле борьба с эпидемией – это сложный кросс-функциональный проект, в котором врачи занимают и вирусологи только одну мишку, довольно небольшую. Потому что основная масса усилий – это усилия общественные. Для того, чтобы общество правильным образом себя вело и правильным образом выполняло антиэпидемиологические мероприятия. Вот. И мы, собственно, для того, чтобы получше в этом разобраться, собрали представителей медицинского сообщества, управленцев, общественных активистов, журналистов. Ну, то есть тех, кто, в общем-то, и должен общественную активность на этом поле развивать и организовывать. И провели с ними экспертные сессии. И потом, когда более-менее стало понятно, о чем писать, писал, собственно, по итогам этих экспертных сессий коллектив аналитиков, бизнес-консультантов. И мы во время, в процессе написания доклада постоянно консультировались, собственно, с профильными специалистами. Потому что все это делали через Zoom, потому что мы достаточно рано ушли на самоизоляцию, на настоящую самоизоляцию. То есть то, что правительство России называет самоизоляцией, это на самом деле принудительный карантин. Просто чтобы не было этого оруэлловского языка. И мы поэтому все организовывали именно через Zoom. Понятно. А конкретно... У нас, собственно, было две части в докладе. Первое – это разобраться, а что в России происходит сейчас на самом деле, потому что официальная информация очень искажена. И ее специально преподносят так, как будто все хорошо, правительство со всем справляется, эпидемия идет на спад, смертность у нас низкая. На самом деле все совершенно не так. И мы хотели разобраться, насколько все не так, как конкретно все не так. И вторая часть – это, собственно, что с этим делать. Это часть тактическая и стратегическая. То есть исходя из объективной ситуации, насколько возможно, объективной, насколько мы ее смогли узнать, понять, что вообще возможно сделать, что невозможно. И, собственно, описать план того, что возможно сделать. Потому что, ну, подробнее про это, наверное, потом поговорим. Но, к сожалению, самые эффективные действия по борьбе с эпидемией, которые в других странах предпринимали, в России просто невозможны. Скажи, пожалуйста, а как ты считаешь, вот сам ты как сейчас считаешь, что сейчас происходит с эпидемией в России? И вот этот вот доклад, он, насколько актуальность, какова? Это срезы информации за какой период? Есть три составляющих с точки зрения актуальности. Первое – это оценка эффективности действий российских чиновников. Это актуально, и это не изменится, потому что их моду суперанди, их навыки и все остальное таковы, что, ну, ожидать, что что-то быстро изменится – это то же самое, что надеяться за неделю до отпуска резко похудеть, чтобы на море поехать с кубиками на прессе. Так не бывает. Вот. С этой точки зрения доклад абсолютно актуален. Он прям вот по косточкам разбирается, почему российская система борьбы с коронавирусом не работает абсолютно. И это не изменится. Вторая часть, которая не изменится – это как с эпидемией в России нужно бороться. Каким образом? Потому что, опять-таки, невозможно за месяц, два, три, полгода исправить управленческую систему, из-за которой невозможно государственными усилиями эпидемию убедить. Экономические условия не изменятся в лучшую сторону за, там, один, два, три, шесть месяцев. В этом смысле доклад тоже актуален. Ну, вообще, конечно, там, особенно в начале доклада, там всякие цифры приводятся, там, до нескольких миллионов прогноз на ближайшие два года. Это все очень пугающе. То есть я же понимаю, что ваша цель была не напугать читателей доклада, а как бы предупредить о реальной опасности? И какой набор действий вы предлагаете обычным гражданам? Смотри, давай я, наверное, прокомментирую про смертность, потому что ты упомянула цифру 2 миллиона. На самом деле у нас несколько сценариев, и 2 миллиона – это пессимистичный сценарий, когда у нас нет вакцины, которая надежно защищает и действует долго. И нет лекарства. Этот сценарий возможный. Я сразу скажу, что вполне возможно, что произойдет так, но мы как бы обозначаем, что это сценарий пессимистичный, тем не менее. Это значит, что переболели, при таком раскладе, переболеют больше 60% россиян. И мы взяли просто среднемировые показатели смертности и посчитали по ним. Но более реалистичный прогноз – это между 100 и 600 тысячами погибших ближе к 600 тысячам, чем к 100, потому что мы видим, что сейчас уже 30-40 тысяч коронавирусов в России погибли за это время, а за ближайшие полтора года, соответственно, наверное, будет ближе к 600 тысячам. Что делать обычным людям? Во-первых, принять за аксиому, что государство и медицина о них не позаботятся. Государство не хочет заботиться и не может. А медицина, может быть, даже хочет. Есть нормальные, хорошие врачи, но не может. Потому что, например, если одна из основных причин смерти – цитокиновый шторм, лекарство, которое помогает в момент цитокинового шторма, тоцилзумат, его просто не хватает. Его не хватает даже в Москве, в регионах его просто, ну, там, в принципе нет. Ну, может, я не знаю, есть один флакон на больницу, да? Кому он достанется? Точно не вам? Вот. То есть, первое – это принять, что ваше здоровье и выживание зависят исключительно от вас. При этом понимать в том числе, да, что заболеть, можно заболеть коронавирусом, можно выжить, можно не умереть, но при этом иметь серьезные последствия для здоровья. И после коронавируса есть уже исследования, согласно которым могут быть долгосрочные последствия для легких, для дыхательной системы, когда человек просто, ну, ему тяжелее дышать становится надолго. Могут быть последствия для центральной нервной системы, для ментального состояния. То есть, ну, второе, что нужно понять – это то, что это серьезное заболевание – это не еще один грипп, как любят говорить некое, которое даже в случае, если вы ее бессимптомно перенесли, может иметь последствия очень неприятные для здоровья. И третье, соответственно, поняв уже, что опасности есть, что вас, кроме вас, никто от этой опасности не защитит, защищаться самому правильным использованием средств индивидуальной защиты, социального дистанции, физического дистанцирования. Правильные меры, собственно, вот индивидуальной защиты – это респиратор класса FFP2, FFP3, в идеале без клапана, и в местах, где много людей, это еще и герметичные очки, потому что одно из средств заражения – это через слезные каналы. То есть, если на вас кто-то подышал, у кого есть коронавирус, и это попало вам в глаза, то тоже вы можете болеть. Спасибо, Леша, это прямо такая полезная памятка. Я тоже вот к себе буду ее стараться применять, хотя тут очень жарко, и вообще даже в обычной тоненькой маске ходить очень тяжело. Но я не могу все-таки оставить без комментариев эти события, которые прямо сейчас проходят в Хабаровске. Я видела эти фотографии, видела видео, там огромное количество людей ходят по городу. Это все, конечно, вызывает разные эмоции, но очень как-то вот ты смотришь и понимаешь, господи, боже мой, люди, какие вы бесстрашные, вы же сейчас все перезаражаетесь. Ну, тут видишь, в первую очередь стоит сказать, что жизнь всегда сложная. Нельзя сказать, что вот эти люди молодцы, потому что они вышли за свои права и свободы, или что они не молодцы, потому что они эпидемиологически опасную ситуацию создали. И это в конечном итоге всегда вопрос какого-то баланса и выбора. Потому что, с одной стороны, конечно, это опасно, такие мероприятия устраивать и приходить на них. С другой стороны, ну, позволять следовикам делать все, что они хотят, и никак на это не реагировать, тоже не очень хороший вариант. Потому что тоже это, ну, в долгосрочной перспективе, это ведет к ухудшению ситуации и к смертям в том числе. Потому что, не знаю, вот правительство может начать еще одну войну, и будут цинковые гробы. Правительство ведет страну в тупик и, по сути, к развалу. И это тоже чревато смертями из-за значительного ухудшения социально-экономической обстановки. Поэтому тут, ну, во-первых, выбор за каждым человеком. Просто надо, чтобы этот выбор был осознанный, чтобы люди осознавали плюсы-минусы подводные камни и опасности. Во-вторых, я уверен, что большинство людей, которые пошли в Хаваровске, они, ну, недооценивают опасность. Потому что у нас вся пропаганда работает на то, что опасности реально нет. К сожалению. И в этом смысле люди просто недооценивают опасность вышли. В-третьих, улица менее опасна, чем помещение. Основной двигатель распространения коронавируса, согласно научным исследованиям, это кейсы суперраспространения, и они почти все в помещениях происходят. Потому что самый серьезный способ распространения ковида это когда человек, уже заболевший, но еще не проявляющий симптомов, просто дышит. Он выдыхает мельчайшие частички влаги с дыханием. Это не кашель, это не чихание. Это совсем-совсем маленькие частички размером до 10 нанометров. Их не задерживает ни маска никакая, ни хирургическая, ни тряпичная. От них помогает только респиратор, во-первых. Во-вторых, эти частички не оседают на землю. Очень легко надышаться и получить достаточную дозу вируса, чтобы заразиться прям серьезно и опасно. На улице ситуация другая, потому что человек, допустим, распространитель, он дышит, этот воздух подхватывает ветер, разносит и зависит от того, каким образом ты заразился, какую дозу вируса ты получил. На улице, даже на митинге, человек получит, скорее всего, гораздо меньшую дозу вируса, чем в помещении. Просто потому что то, что люди выдыхают, кашляют, чихают, ветер очень быстро разносит и распыляет. В итоге люди получают меньшее вирусные нагрузки, с которыми иммунитет уже справится как-то проще. Ну, вот это интересные нюансы. Я в вашем докладе, правда, может быть, это не было вашей целью, но искала, думаю, может быть, есть какая-то отдельная глава, посвященная активизму в период пандемии. Потому что вообще вся моя программа, она исследует правозащиту и активизм в период пандемии. Как эта новая реальность меняет инструменты активизма на твой взгляд. И есть ли какие-то лайфхаки, какой-то креатив, я помню, мы с тобой разговаривали про креативную энергию, что ее не надо блокировать, ее наоборот нужно от каждого нового давления наоборот искать новые креативные пути. Как ты это можешь прокомментировать? Ну, во-первых, стоит сказать, что новые формы активизма пока, к сожалению, не придумали и нужно направленно этим заниматься. Ну, традиционно используют одиночные пикеты и пикетные очереди. Но в Москве сейчас винтят даже за это. В Хаваровске никого не задержали, а в Москве даже ты на одиночный пикет выйдешь, тебя сразу же винтят. Поэтому, ну, я думаю, что надо что-то изобретать. Или какой-то онлайн-активизм, или ментаран, я не знаю, когда человек просто достаточно быстро проводит пикет там, где нет ментов, и как бы его фотографируют, он уходит, например, да, чтобы вы не успели задержать. Не знаю, надо придумывать, потому что действительно большие митинги, они, ну, с пандемиологической точки зрения, опасны все равно, несмотря на то, что это на улице. А одиночные пикеты просто сразу полиция разгоняет. Поэтому надо изобретать. Ну, на самом деле, по-прежнему, большое скопление людей, массовый выход на улицу впечатляет гораздо сильнее, чем любая онлайн-активность. Леш, ты можешь рассказать про авторов этого доклада? Потому что я что-то не нашла списка экспертов. В этом какой-то замысел? Да, в этом замысел очень простой. Доклад очень критический. И большинство экспертов, с которыми мы работаем, мы просто не хотим их подставлять. Там есть, например, врачи и медицинские работники, которые явным образом просили нас не упоминать. Там достаточно много людей из бизнеса, чиновников, бывших чиновников, которые тоже не хотят светиться в публичном поле. А там публиковать имена 15 человек из 57, которые участвовали в работе над докладом, это такое. Поэтому мы решили вообще никакие имена не публиковать. К сожалению, российские реалии таковы. Люди просто за то, что они участвовали в составлении критического доклада, могут огрести. Ну, я понимаю, что у вас был, вероятно, выбор между усилить экспертность документа через публикацию фамилий конкретных людей и подвергнуть их риску, и сделать документ, может быть, менее весомым, потому что все время сразу ищешь, а кто же его писал, где конкретные авторы этого текста. Да, для нас это проигрышная ситуация, но мы не можем по-другому поступить. Мы не можем подставлять людей, которые с нами работали, которые уделили нам время. Ну, как-то будет нехорошо и нечестно. Ради того, чтобы получить больше поблизости, я подставляю, что людей не готов. Ну, вот, пожалуйста, активистский лайфхак в период пандемии, что публикуется огромный экспертный документ, который нельзя подписать, просто чтобы никого не подставлять, но чтобы текст все-таки вышел и работал каким-то образом. Скажи, как работает этот текст? Вы его продвигаете каким-то образом? И есть ли программа по... Или просто опубликовали, и все. Вот читайте, знакомьтесь, делайте выводы сами. Возможные медиаусилия мы приняли. Вы его предприняли, да. Доклад в нескольких СМИ цитировали, в том числе в зарубежных, но мы не получили того эффекта, на который рассчитывали, к сожалению. Он получился слишком тяжелым, наукоемким и недостаточно веселым, чтобы его цитировали СМИ. При этом получилась забавная ситуация, когда, например, некоторые СМИ говорили, что доклад недостаточно научный, хотя там больше 300 ссылок на научные публикации, и это говорили те же самые СМИ, которые, например, вот мы в конце марта публиковали открытое письмо с требованием принять эффективные меры по эпидемии, и они это письмо опубликовали, хотя вот оно как раз вообще не было научным, но его там подписали, под этим письмом подписались Леонид Парфенов, например, и еще два десятка известных людей, и для них это было окей. Ну, то есть, журналисты, пишущие, не приходя в сознание, это, к сожалению, все еще реальность. Понятно. Ну, что же. И мы как-то, ну, мы это не учли, то есть мы, так как действительно там супернаучно, все, ну, то есть буквально мы там не делаем ни одного сильного утверждения, которое не было бы подкреплено научными данными или ссылкой на официальную статистику, и как бы вот тена все равно недостаточно научная. Ну, такое. Ну, ты знаешь, вообще это, конечно... Надо в следующий раз просто делать как-то очень веселее. Не знаю насчет веселости, мне вот как раз понравилось, что там нет ничего веселого. Я вообще люблю тексты, основанные на реальности, а не на оптимистических каких-то представлениях о жизни. И он, конечно, такой текст, который для желающих разобраться. Вот там сто страниц, там много ссылок, то есть это такое занятие не на один вечер для тех, кто действительно готов столкнуться с попыткой приблизиться к правде. Вот я бы так его характеризовала. Ну, вопрос последний, на самом деле, про твое ощущение, будет ли официальная вторая волна в России. Но то, что вторая волна будет, я в этом не сомневаюсь и не вижу никаких рациональных причин для того, чтобы считать, что ее не будет. Ну, то есть везде есть, почему у нас должно ее вдруг не быть. Просто, как мы и писали в докладе, в России эпидемия медленнее, но дольше. Ну, то есть так как у нас меньшая плотность населения и меньше контакты между разными городами, в Европе все постоянно ездят туда-сюда, у нас, в общем, в основном люди сидят там, где они живут. То эпидемия будет распространяться медленнее, но она и длится будет дольше. То же самое и со второй волной будет.